Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной во всем мире. Поэтому с сегодняшнего дня Роспотребнадзор России ввел всеобщий масочный режим. Обязательное ношение масок в общественных местах. Какова ситуация в нашей республике? Какие меры принимаются по недопущению распространению заболевания? Рассказали сегодня на брифинге в Роспотребнадзоре. Альбина Ламкова продолжит тему. Теперь по всей России граждане должны надевать маску при входе в лифт общественный транспорт и такси. При нахождении на парковке, а также в местах массового пребывания людей, где одновременно находится более 50 человек, чтобы не допустить распространения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Масочный режим, я имею в виду в нашей республике, он и был введен, и не отменялся. С мая месяца указом главы нашей республики Рашид Брисбевича Тимрезова, он является руководителем регионального штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. И я, как главный государственный санитарный врач, уже сегодня внес предложение, и он должен принять решение по усилению мер безопасности и ограничительных мероприятий на территории нашей республики. О ношении масок в общеобразовательных учреждениях и детских садах главный санитарный врач Карачаева-Черкесии сказал обязательным для учителей, воспитателей и другого персонала, но по желанию самим школьникам. Начиная с директора школы, либо директора детского сада, заканчивая охранником, весь персонал должен на рабочем месте быть в маске. То, что касается школьников, это норма рекомендательного характера. То есть, если родители считают необходимым, а я считаю, что это нужно, отправить ребенка в школу в маске, они должны это сделать. Работодателям необходимо ответственно выполнять рекомендации по профилактике коронавируса среди сотрудников, а также обеспечить полный комплекс профилактических мероприятий в организациях, отметили в Роспотребнадзоре. Изменилась и сумма штрафов в связи с новым постановлением о вводе обязательного ношения масок в общественных местах. Ответственность очень серьезная. На граждан предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч, на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от 50 до 150 тысяч, за то, что они не соблюдают установленные требования по масочному режиму, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч. Протоколы по данной системе могут составлять сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии рассматривать эти дела суды. На сегодняшний день проблем с тестированием на ковид нет, сообщили на брифинге. В два с половиной раза больше, чем не в среднем по Российской Федерации, но минимальная планка. Хочу сказать, что по Северо-Кавказскому федеральному округу больше нас не делает никто тестов из расчета на 100 тысяч населения, даже Ставропольский Край с его мощной лабораторной базой. В заключении главный санитарный врач Карачаева-Черкесии не стал прогнозировать ситуацию с новой коронавирусной инфекцией. Давать их невозможно, так как болезнь на конца не изучена. Все надеются на лучшее. Единственное, обратил внимание на необходимость вакцинирования против гриппа. Впереди зима, и в любом случае в этот период наблюдается рост сезонных заболеваний с вытекающими последствиями. А сделанная прививка поможет справиться с простудой без осложнений. Сергей Бескокотов также добавил, что когда вакцина от коронавируса поступит в республику, то прививку будут делать на добровольной основе. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия.